Сегодня в Самарской области почти 4000 бойцов студенческих отрядов. Как отмечают руководители молодежного движения, от других они отличаются в первую очередь трудоустройством студентов. Самарцы, в моменты, когда не учатся, работают на строительстве железных дорог, в детских лагерях, проводниками в поездах, на прокладке коммуникаций. Студенты, которые вступают в отряды, путешествуют по всей стране, от Крымского полуострова до Камчатки, потому что вакансии доступны по всей России, а некоторые участвуют в строительстве социальных учреждений в Турции и Египте. Итоги года для самарских студенческих отрядов обсудили на заседании профильного координационного совета под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Движение студенческих отрядов объединяет людей, конечно, особого склада. В каждом из вас кипит неукротимая молодая энергия, желание самореализоваться, стремление помогать, сделать мир лучше. А на государственном уровне создаются условия для самореализации, создаются возможности. Не случайно Россия – страна возможностей. В совещании принимали участие профильные министры региона, главы муниципалитетов, в том числе и глава Самары Елена Лапушкина, ректоры университетов области, а также работодатели, которые активно сотрудничают со студенческими отрядами уже много лет. Они поделились своим опытом работы с активной молодежью. Часто бывают случаи, когда студенты, работавшие на той или иной профессии, затем приходят туда же работать и после выпуска. Предприятия также заявили и о готовности не просто принимать студентов, а еще и обучать их дополнительным навыкам. Это, конечно, плюсы рядом, которые в полноценной капитации получают. Ну и компании, да, имеют такую серьезную кадровую поддержку, постоянно формируя все новые и новые отряды, которые в дальнейшем саду будут. На заседании Координационного совета обсудили вопросы дальнейшего развития движения. Среди них привлечение студотрядов к строительству международного межвузовского кампуса, потому что именно для студентов и реализуется этот проект. А также привлечение к ремонту и реконструкции детских образовательных центров, потому что им, как вожатым, виднее, где какие объекты требуются, чтобы дети проводили свой досуг с комфортом. А благодаря развитию сотрудничества с движением первых школьники смогут вовлекаться в суть работы студенческих отрядов. У нас задача стоит, и, конечно, здесь отдельность обращена с работодателями, понятные определенные дополнительные действия к рабочим местам. Но у нас запрос от ребят, учеников, которые хотели бы поработать, гораздо больше, чем все-таки сейчас мы сами собрались. Давайте мы уже не откладываем. Разговор о студенческих отрядах проходил в рамках форума «Труд-крут», который организован в честь дня, когда эти отряды и были созданы 65 лет назад. Студенты с тех пор принимают участие в каждой крупной стройке в стране. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Константин Головин. Собственно, 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 констин Головин. Собственно, констин Головин